Вот давайте разберёмся, как люди отражают реальный мир. Алиса в «Стране чудес» такая интересная цитата. «Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?» – спрашивает Алиса. «А куда ты хочешь попасть?» – отвечает ей кот. «Мне всё равно», – говорит Алиса. «Тогда всё равно, куда идти?» – заметил кот. «Да только бы попасть куда-нибудь!» – пояснила Алиса. «Да куда-нибудь обязательно попадёшь!» – сказал кот. «Нужно только достаточно долго идти!» Вот так вот мы и идём куда-нибудь и достаточно долго. А вот давайте научимся адекватно отражать реальность. Как я уже говорил о том, чтобы выработать стратегию команд восприятия реальности. Конечно, прежде всего, это не стоит пережёвывать негативные истории, что случаются в жизни. Мы прежде всего будем выстраивать реальное, наше качественное будущее. Запомните, будущее рождается сегодня. В прошлом мы уже ничего не можем исправить настоящее. Туда нельзя вернуться. Эффект бабочки – посмотрите, что я об этом говорю в других роликах. Но и всё-таки я задам вам вопрос. А куда вы идёте? Или как Алиса, лишь бы куда? Вот сейчас вы сможете ответить? Может быть, немножко подумайте. Не надо торопиться с ответом. В следующей нашей встрече вы подумайте. Вот поэтому и в тетради просуждайте. Возможно, вы сейчас не в лучшем виде, а чтобы сразу ответить. А потом нужно слушать меня. Вот просто найдите время и подумайте. Немного. А куда вы идёте? А куда вы хотите попасть? Ведь если люди идут вперёд и достигают успеха, они знают, куда они идут. Хотя они испытывают не меньше проблем, чем та Алиса, которая передвигается лишь бы куда. Вот поэтому не стоит иногда тормозить. Как говорится, сникер с ней, не тормозни. Ведь дорогу осилят идущие. И чтобы всё качественно получалось у вас, нужно прежде всего понять, как вот вы лично сами и другие люди отражают в своём сознании окружающий мир. Ведь в этом окружающей реальности вам и придётся идти. Вот как воспринимают люди, и вы лично, вот всё многообразие окружающего мира. Как рисуете в своём воображении ту карту, по которой вы пойдёте, куда? Под подумаем, куда? Вот к схему движения, азимут направления. Скажите, а какие мысли занимают вас в это время? Почему успешные люди не останавливаются на негативных воспоминаниях? Они прошлое оставляют в прошлом. А вы жуёте эту жмачку, тормозите и, как говорится, пропадаете в болоте настоящего. Понимаете? Они, успешные люди, опираются на приобретённый опыт. Они оставляют прошлое в прошлом, я уже говорил, но опыт остаётся при них. И они идут вперёд. Вот мы и разберём стратегию восприятия реальности любым человеком. А вы это примете на себя. Первый важный пункт – это наша жизнь. Это оценка того, что происходит здесь и сейчас с позиции опасно-безопасно. На двадцатом этаже я смотрю вниз, и я понимаю, что я прыгать не буду. Я воспринимаю реальность с точки зрения опасно-безопасно. Вот это базовый принцип оценки любой ситуации. Вот такая программа заложена у нас в голове. И она запускается самой первой. Вот наша биохимическая система, она устроена таким образом, что в первую очередь она запускается так, чтобы нам остаться живым. Вот выжить в этой опасной реальности, которой мир этот полон всяких потенциальных источников смерти. И эта программа, ну как программа Касперского выискивания вирусов. Вот запомните, это первый пункт. Мы начинаем оценивать происходящее с позиции опасно-безопасно. Продолжение следует...